приветствую всех кто заглянул на мой канал меня зовут ирина ягодинская и это канал узоры по петельно сегодня я хочу начать самого начала для тех кто уже умеет вязать для мастериц это будет не интересно но для тех кто хочет научиться кто только пробует свои силы вязаний думаю мои советы и подсказки будут полезны я связала вот такой образец то что вы сейчас видите мои дорогие перед собой это основа всех основ это основа вязания вязание есть только две петли 1 лицевая 2 изнаночная собственно говоря это одна и та же петля только первый раз лицевую мы вяжем с лицевой стороны а второй раз ту же лицевую только провязываем как бы изнаночной стороной к себе вот эта часть вязание связано лицевыми петлями следующий участок вязание я связала изнаночными петлями вот эти две петли это основа вязание ничего другого вязание нет вот эти две петли постоянно играют музыку они меняются местами они смещаются вправо они смещаются влево они чередуют друг друга между ними делается накид накидывается вот эта ниточка для того чтобы получилась а дырочка или для того чтобы расширить вязание или же они связываются вместе для того чтобы сузить вязание или опять-таки вырезать какой-то узор вот и все вот это вся тайна вязание ничего сложного вязание нет лицевые петли вот они те же петли повернутые к нам изнаночной стороной называются изнаночные и вот дальше я из этих петель связала основу всех основ резинка так называемая это чередование лицевой петли вот она ряд и изнаночной лицевой и изнаночной лицевой и изнаночной 1 петля лицевая 1 изнаночной поэтому резинка так и называется один на один резинка вяжется в начале изделия начале рукава манжетики вяжутся низ джемпера кофточки блузочки кардигана платье всего чего захотите горловина обязывается резиночками для того чтобы край не растягивался если вам этого не нужно дальше я связала резиночку 2 на 2 те же петли только чередуются в другом порядке 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные это резиночка называется 2 на 2 она также применяется в манжетах и по низу полотна вязального изделия по низу полотна того же пледа того же палантина и в горловине если нужно связать свитер с отложной горловиной или просто обязать горловину резиночкой вот и все сложности вот все азы вязание вот они все тайны и загадки вязания лицевые петли и изнаночная тоже лицевая повернутая другой стороной резинка 1 на 1 и резинка 2 на 2 вот это основа основа вязания как только вы научитесь вязать эти петли эти и чередовать их в хаотичном порядке в каком захотите хотите 1 на 1 хотите 2 на 2 хотите 1 на 2 хотите 2 на 3 как ваша душа пожелает как только вы освоите вот эти вот азы вы можете считать себя мастером вязание потому что основные предметы гардероба такие как шарфики шапочки платочки кофточки свитера джемпера кардиганы вы уже сможете связать пусть не каким-то сложным замысловатым узором но связать вы это сможете носочки рукавички все 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 что только вам захочется подушечки игрушечки котиков собачек но все что ваша душа пожелает вот это основа вязания вот это азы лицевая изнаночная петля все ничего больше в вязание нет вот эти две петли играют все вязание они чередуются они меняются не сокращаются они увеличивается их количество они представляются местами в разном порядке и создают разные шикарные красивые узоры которые мы будем вязать позже а сейчас освоим вот это начало начал азы вязания лицевую и изнаночную петлю ну что ж попробуем вязать сейчас я вам покажу самый простой способ набора петель этот способ очень легкий и он имеет право на существование хотя бы потому что набрав таким образом петли мы получим очень эластичный край очень эластичный край который будет очень хорошо растягиваться и не будет сжимать и стягивать изделие в некоторых случаях это очень даже кстати и даже необходимо ну что ж приступим оставляем маленький кончик в этом случае нам нужен совершенно маленький кончик кончик только для того чтобы нам ручкой придерживать его возле спиц и набираем петли ниточку берем в руку на пальчик и проделываем следующее движение спицы заводим в петлю и снимаем еще раз заводим спицы в петлю и снимаем петлю и снимаем петлю и снимаем петлю и снимаем таким образом набираем столько петель сколько нам нужно берем спицы в левую руку вытаскиваем одну спицу и начинаем вязание итак ее величество лицевая петля при вязании для того чтобы край изделия нашего любого не стягивался первая петля всегда снимается не провязанной мы ее просто переснимаем на эту спицу смотрите у нас здесь петля не совсем полноценная только наброшенная поэтому придерживаете первую петлю и так лицевая петля вводим спицу в петелечку захватываем ниточку которая на пальчики и протягиваем ее вводим спицу в петелечку захватываем ниточку на пальчики протягиваем и снимаем и так провязываем до конца ряда последнюю петлю провязываем изнаночной для того чтобы тоже был ровный край если ее провязывать по-другому лицевой например то будет получаться зубчик по краю небольшой пока не будем это углубляться и так следующий ряд внимание с этой стороны у нас лицевые петли значит с этой стороны они к нам изнанкой и это будет уже изнаночная петля как же мы вяжем изнаночную петлю ничего сложного хвостик я придерживаю чтобы ниточка не скользила первую петлю всегда снимаем не провязанной повторяю первую петлю всегда снимаем не провязаны ниточку с пальчика перекладываем на спицу внимание раньше мы вязали вот так теперь эту ниточку перекладываем на спицу и уводим спицу в петлю захватываем ниточку снимаем петлю с вытяной ниточкой еще раз ниточка лежит на спице на спице вводим спицу в петлю захватываем ниточку протягиваем ее и снимаем провязанную петлю еще раз ложим спит ниточку на спицу спицу вводим в петлю захватываем ниточку протягиваем ее сквозь петлю и провязанную петлю снимаем придерживайте пальчиком провязанные петли повторяем этот процесс ниточку на спицу спицу в петлю захватываем ниточку провязываем снимаем ниточка на спице спицу в петлю захватываем ниточку провязываем и снимаем еще раз ниточку на спицу разворачиваем вязание и так мы с вами провязали и лицевой ряд и изнаночный дальше процесс повторяется в первую петлю снимаем не провязанной внимание запоминаем ниточка сейчас у нас под спицей на пальчике потому что мы будем вязать лицевую петлю вводим спицу в петлю захватываем ниточку протягиваем ее и снимаем со спицы еще раз вводим спицу в петлю захватываем ниточку протягиваем сквозь петлю и провязанную петлю снимаем со спицы вводим спицу в петлю захватываем ниточку протягиваем ее сквозь петлю и провязан провязанную петлю снимаем со спицы вот и весь процесс вязания лицевой петли продолжаем это вязание до конца ряда в конце ряда последняя петля изнаночная не забывайте разворачиваем вязание что же мы видим изнаночные петли а как мы вяжем изнаночные петли правильно снимаем первую петлю ниточку на спицу когда вяжем изнаночную петлю всегда ниточка на спице спицу вводим в петлю захватываем ниточку протягиваем сквозь петлю и снимаем провязанную петлю вводим спицу в петлю захватываем ниточку провязываем и снимаем и таким образом провязываем наши петли до конца ряда последняя петля всегда изнаночная в любом ряду вот оно наше вязание вот он наш шедевр нашего рукоделия шедевр нашего творчества с этой стороны мы видим лицевые петли и мы знаем как их вязать с этой стороны мы видим изнаночные петли и мы знаем как их вязать вот и вся сложность мои дорогие вот и вся сложность на следующих при следующих наших встречах мы с вами начнем вязать резиночки узорчики освоим еще другие способы набора петель классический способ набора петель и станем мастером нет ничего сложного и ничего недосягаемого все мы можем сделать нашими ручками до встречи удачи вам заходите на мой канал буду рада вас видеть